Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой пламенный привет всем, кто слушает, кто смотрит. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Это телерадиоканал «Страна.ФМ» и Александра Хайрулина. И программа «Лучшее в стране». Традиционная программа, которая выходит у нас ежедневно по будням. Именно в это время 14 часов. Я очень рада, что у нас с вами сегодня необычные гости. Надо сказать по правде, конечно, долгожданно. Я уверена, абсолютно для многих и многих наших зрителей и слушателей. Очень серьезные здесь регалии звания. Я прям торжественно к ним перейду. Член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в России при Комитете Госдумы по финансовому рынку, секция блокчейн и криптовалюты, член Президиума Совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Евразийской организации экономического сотрудничества Игорь Матюхин. Вот здесь бурные овации. Игорь, здрасте. Добрый день. Добрый день, Саша. Приятно вас видеть. Я думаю, что, конечно, многие сейчас уже предположили, о чем пойдет наша с вами беседа, потому что были произнесены слова о криптовалютах, блокчейн и так далее. Ну, конечно, разумеется. Мне кажется, на сегодняшний день уже такой ажиотаж вокруг криптовалюты, вокруг биткоинов. И эти слова уже давным-давно вошли в обиход. Пусть многие еще и не совсем понимают даже, что это такое. То есть понимают, что это какие-то деньги, что на это можно здорово заработать. И неплохо бы, конечно, тоже попробовать узнать побольше и на этом обогатиться. Это вообще идеальный идеал. Ну, а всех остальных тонкостей и опасений, если есть, они многие даже не знают. Игорь, в общем, у нас с вами задача сейчас прям максимум. Для самого среднего обывателя попытаться, ну, достаточно простым языком, наверное, вкратце рассказать, что это за время такое биткоинное настало. Ну, надо начать вот с чего, что в мире, насколько я знаю, насчитывается вообще криптовалют огромное количество. Правда? Да. Я права же? Да, довольно большое. Так получилось, что биткоин на сегодняшний день наиболее такая популярная, наверное, криптовалюта. Первая и самая высококапитализированная, одна из самых быстрорастущих, поэтому она на слуху. В общем, что? Это такие виртуальные деньги. Вы начинаете говорить, иначе я сейчас буду выглядеть очень глупо. Да, да. Криптовалюты – это виртуальные деньги, но не всякие виртуальные деньги являются криптовалютой. В основе любой криптовалюты, в частности, в основе биткоина, лежит технология блокчейна. Очень буду кратко и популярно на пальцах говорить. Технология блокчейна – это такая волшебная база данных, такая всеобщая бухгалтерская книга, где все участники этой системы пересылают друг другу денежку, и все видят, от кого, сколько, куда пришло. При этом видят люди только транзакции и кошельки, с которых денежка идет, но при этом они не знают… Не знают владельца имени этого человека настоящего. Да, да. То есть это анонимные или псевдоанонимные системы. Вот. Вот первое качество – это анонимность, оно привлекает многих. Второе качество – это то, что такие финансовые системы невозможно… Ими невозможно манипулировать, невозможно стереть информацию, невозможно уничтожить… И даже, я правильно понимаю, отменить уже операцию, да? И отменить в том числе операцию невозможно. То есть если операция совершена, то денежка ушла. Вот. Это вам не банк, где можно отозвать транзакцию, где можно застопорить транзакцию, заморозить ее на неделю. И, конечно, это привлекает людей, тем более, что система глобальна, платежи могут совершаться трансгранично, а люди хотят свободы. Вот. Общество по мере взросления, развития, оно хочет быть свободным. То есть самое главное желание – это анонимность и свобода. Потому что нет в том числе и офиса даже какого-то, да, главного? Да, да, да. Это блокчейн, и все системы, основанные на блокчейне, это децентрализованные системы, и этим они сильны. В этом смысле это похоже на интернет. У интернета нет единого центра, там есть множество узлов, они между собой взаимодействуют. Многие даже называют блокчейн интернетом 2.0. То есть если в интернете у нас с вами между узлами сети гоняется информация, то в блокчейне гоняются ценности. История появления биткоина не особо прозрачна, да? В общем… Абсолютно не прозрачна. Значит, в 2009 году была написана научная статья под псевдонимом Сатоши Накамото, об этом только ленивый не говорил. И с этого началась история биткоина. То есть был написан протокол, который мог любой желающий поставить у себя на компьютере и стать участником сети. При этом в начале, в общем, любой пользователь на своем домашнем компьютере был не только пользователем, то есть не только был владельцем кошелька, но он еще и был частью Федеральной резервной системы. То есть эти самые биткоины он мог печатать, просто занимаясь так называемым майнингом. Вот. Я не буду вдаваться в детали, что это такое. А я вот как раз хотела у вас, если можно, да? Хорошо. Что же такое майнинг? Майнинг – это процесс, который необходим для поддержания этой децентрализованной инфраструктуры, чтобы вот она была неубиваемая, чтобы она была независимая, как бы и нужен майнинг. Майнинг – это процесс создания нового блока в блокчейне. Блокчейн – это баз данных, которые строятся по принципу цепочки блоков. Причем каждый следующий блок, он как бы запечатывает, зашифровывает и верифицирует всю предыдущую базу данных. То есть она растет, 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 но вы не можете там на несколько шагов назад откатиться и поковыряться в другом блоке, что-то там поменять, потому что у вас тут же изменятся все последующие транзакции. И вот майнинг, собственно, занимается тем, что он создает каждый очередной блок. То есть майнеры, они ищут решение определенной математической задачи. У кого получается, тот и получает право записать очередной блок, и в награду за это он получает какое-то количество биткоинов. Сначала этим могли заниматься просто люди на своих домашних компьютерах, потом сложность вычислений стала расти, и сейчас это превратилось в такую, в общем, достаточно большую индустрию, которая, во-первых, достаточно энергоемкая. И нужно же специальное оборудование какое-то. Да, и во-вторых, нужно специальное оборудование, которое тоже развивается, становится все более мощным. И дорогим. И очень дорогим, да, безусловно. Вот, поэтому из такого, из увлечения, хобби таких крипто, как-то киберпанков, криптоанархистов и компьютерных гиков, это превратилось в достаточно серьезную индустрию. И вот, начиная где-то на стыке 17-18 года, это просто уже стало серьезнейшим бизнесом, там, мировым. Насколько это хорошо или, наоборот, плохо, что неизвестен отец-основатель этих самых денег, или это компания? Ну, вообще, вот, вы знаете, с одной стороны, хорошо, когда вокруг какого-то нового явления создается такой мифологический ореол. С другой стороны, есть... А с кого спрашивать потом, в случае чего? Даже в случае, когда у вас известен, значит, отец-основатель, с него спрашивать нельзя. Вот, например, есть вторая по капитализации криптовалюта, она называется Ethereum, вот, и там совершенно понятен папа. Это такой замечательный человек, Виталик Бутерин, тоже многие, наверное, слышали и даже кто-то видел. Вот, это молодой парень, русский, ну, сейчас живет в Канаде, имеет канадское гражданство. Он создал более такую высокотехнологичную криптовалюту, это не совсем даже криптовалюта, это так целая финансовая платформа, вот. И там понятно, кто создатель, но вы все равно ему за то, что происходит, уже не можете ничего предъявить, потому что система существует абсолютно независимо от него. То есть в этом прелесть блокчейн-технологий, что все, что на децентрализованной платформе создается, вы как записали, так оно и работает, и вы уже не в состоянии это проконтролировать. То есть вам для этого нужно согласовывать свои действия с огромным количеством вот этих самых майнеров, которые, значит, через процесс консенсуса либо вам одобряют ваши изменения там в системе, либо не одобряют. Вот, и из-за этого возникают зачастую очень серьезные коллизии, что и двигает курс то вверх, то вниз на огромные тысячи процентов. Огромное количество прогнозов можно найти в интернете от разного рода экспертов, как раз что касается курса криптовалют и так далее. Вот, в частности, буквально, по-моему, накануне, если не ошибаюсь, мне попалась информация о том, что, а вот некоторые эксперты высказываются о том, что просто распиарили очень мощный биткоин. Вот даже мы с вами сейчас сидим и таким образом, можно сказать, продвигаем эту криптовалюту и заинтересовываем многих и многих, которые, и сегодня их прибавится еще, тех самых людей, которые захотят помайнить. Ну, конечно, без пиара ничего никуда не двигается, и я согласен, да, немножко распиарили биткоин, а может быть, им сильно распиарили биткоин, но тут нужно различать две вещи. Нужно отличать технологию, да, и конкретную реализацию. Да, биткоин был первый, он самый известный, самый популярный, и фактически в криптомире он за счет вот того, что он самый-самый главный, самый дорогой, самый высоко капитализированный, он играет примерно ту же роль, что в обычном мире доллар США. Это такая резервная криптовалюта по отношению ко всему остальному, что в этом криптомире происходит. Вот, но поскольку он первый, вы знаете, да, первый блин всегда комом. Так вот биткоин – это тот самый блин, который комом. Он, у него очень много узких мест, у него низкая пропускная способность сети, он никогда, в текущей своей реализации, он никогда не станет аналогом визы, то есть мировой финансовой системы, потому что у него просто куча бутылочных горлышек, и менять их очень сложно, потому что, как я уже сказал, каждое изменение – это, ну, скандал, не скандал, но, в общем, это очень такой тяжелый процесс. Болезненный очень такой. Тяжелый процесс, да. И если перегибать палку, то возникают так называемые форки, то есть когда в обществе тех людей, которые, значит, биткоином занимаются, нету консенсуса, вот, то, в общем, биткоин начинает двоиться. И сейчас это приобрело какие-то безумные масштабы, потому что мы видим там вот за последний год там несколько уже таких делений, и у вас был один биткоин, потом у вас появился биткоин кэш, значит, биткоин пошел своей дорогой, биткоин кэш пошел своей дорогой, и ту, и другую валюту поддерживают, и та, и другая валюта при этом растет в цене. Это какая-то замечательная история. То есть у вас был рубль, а потом раз, и у вас стал 2 рубля. Вот. Потом раз, и у вас стал 4 рубля. Просто потому, что системы... Сами по себе размножаются. Да, они размножаются клонированием. Правда, не у всех такая цена, как у биткоина, но... Игорь, прошу прощения, мы проживемся совсем ненадолго, друзья. Мега интересная беседа. Оставайтесь, пожалуйста, с нами буквально 3 минуты и продолжим. У нас сегодня в гостях Игорь Матюхин, член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в России при комитете Госдумы по финансовому рынку, секция блокчейна и криптовалюты, член Президиума Совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Евразийской организации экономического сотрудничества. Невероятно интересная беседа. Игорь, если позвольте, я немножко вот статистики, то, что мне удалось найти, и попрошу вас, конечно, это как-то прокомментировать. Значит, лидером по майнингу в мире является Китай. На него приходилось 60% вычислительных мощностей для майнинга. Далее США, Канада, Грузия 6%, Европа 5%, Исландия 4%, Индия 3% и Россия 2%. Вот вы согласны с этими цифрами на сегодняшний день? Примерно. Значит, эксперты считают, что в России многие начали майнить, в первую очередь потому, что есть излишки электроэнергии. И сама она достаточно дешевая. Бежим дальше. И вот что я хотела сказать, что самым привлекательным для майнинга, как считают эксперты криптовалют регионам России, является Красноярский край. Но, несмотря на благоприятные условия, майнингом в Красноярском крае почти никто не занимается. И основные фермы в России размещены в Москве, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской, Челябинской областях, а также в Татарстане. Вот. Что вы скажете? Ну, я скажу, что как и мировая статистика, которую вы озвучили, так и ситуация в России примерно соответствует действительности. Действительно, Китай в силу того, что в этой стране хорошо развита микроэлектроника, они являются и производителями майнингового оборудования, и, собственно, майнят. Значит, что касается майнинга в России, тоже ситуация примерно такая, как вы сказали. В России, поскольку в центральных городах было больше информации, здесь исторически это развиваться начало быстрее. Здесь все быстрее появляется, конечно. А сейчас действительно те, кто собирается заниматься или занимается уже промышленным майнингом, они считают деньги хорошо, поэтому смотрят, где дешевле электричество, и, в общем, смотрят в эту сторону. Мы как раз сейчас ведем такой проект, называется он «Эксилон Игл Нест» в сотрудничестве с большой группой компаний, которые занимаются нефтедобычей. И мы делаем, как раз трансформируем наш российский природный ресурс, невостребованный абсолютно. Потому что вы добываете нефть, у вас возникает попутный нефтяной газ. Его, как правило, сжигают или закачивают в пласт. То есть это энергия, которая расходуется в никуда. Мы делаем ее источником электроэнергии, ставим специальные перерабатывающие оборудования и получаем практически бесплатную дармовую электроэнергию, потому что она не просто ничего не стоит, просто уходит в воздух. За нее и шифт штрафы платят, потому что она экологию загрязняет, ухудшает. А мы превращаем это сначала в бесплатную электроэнергию, а потом ставим майнинговое оборудование там и превращаем в высококапитализированный дорогой цифровой актив. И, в общем, действительно в России избыток электроэнергии во многих местах. То есть там есть либо избыточные мощности на электростанциях, либо вот есть энергоносители, которые фактически в воздух куда-то улетучиваются. Мы можем на этом сделать большие деньги. Ну вот как раз, я так понимаю, переходим к блокчейн-технологиям, правильно? Да. Да, какую роль они играют в нашей жизни? Ну, если говорить про майнинг и про вот этот бизнес, это инфраструктура самая низовая, железная, которая позволяет блокчейн-технологиям существовать. То есть это все равно, что вот оптоволокно в интернете, роутеры, вот эти всякие страшные железки. Вот. Без этого, конечно, нет никакого блокчейна, потому что должны быть какие-то материальные базы, на чем это должно существовать. А вот дальше возникает софтверная часть, и вот ее основная прелесть за счет того, что там децентрализация, там невозможно как бы что-то подчистить, изменить, проконтролировать и так далее. Очень-очень много сфер, в которых это может применяться. То есть, например, нотариат, да, вы такая традиционная, закрытая достаточно сфера, в ней такие сидят достойные люди-нотариусы, значит, место нотариуса стоит очень дорого, они неторопливо, монотонно ведут... Обязательно очереди в коридорах. Да, очереди в коридорах. Безважно на то, что все по записи, все равно. Вот. За каждую бумажку, которую он заверяет, он берет достаточно приличную сумму, особенно если крупные большие сделки. Вот. Что может сделать блокчейн? Блокчейн может вообще оставить этих людей без работы. Потому что, если вам нужно, например, за собой закрепить какое-то авторство, вы просто кладете свою бумажку в блокчейн, записываете блок, ну, не саму бумажку, а хэш-функцию, которая удостоверяет, что, значит, вы, в общем-то, автор этого документа. Или договор таким же образом вы можете подписать, да. Значит, вы своими закрытыми ключами это дело заверяете. Вот у нас сейчас электронными цифровыми подписями принято заверять. Тоже достаточно дорогая, на самом деле, штучка. Вот. Там рублей 10 тысяч примерно 15 стоит. И каждый год надо продлевать. То есть дорого простому смертному. Блокчейн, как бы, он демократичен. Вам закрытый ключ, ничего не стоит. Вот. И вы можете таким образом, значит, свой договор фактически заверять через систему. И это будет практически ничего вам стоить не будет. У нас друзья в Америке, тоже русские программисты, занимаются сейчас, делают такой проект. Он уже работающий. И, в общем-то, в Америке уже у него есть пользователи. У наших российских нотариусов сколько времени осталось для того, чтобы поменять профессию, поискать себе работу? Ну, я не думаю, что там все так будет прям возьмут и всех выгонят. Конечно, это будет процесс происходить достаточно поступательно. Но все очень быстро происходит. Очень быстро. Ах, друзья, еще небольшой перерыв. Очень скоро продолжим общаться. И, конечно, продолжим говорить про блокчейн-технологии. У нас в гостях Игорь Матюхин. Оставайтесь с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа «Лучшая в стране». Сегодня в гостях Игорь Матюхин, член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в России при Комитете Госдумы по финансовому рынку секция блокчейн и криптовалюты и член Президиума Совета по цифровой экономике блокчейн-технологиям Евразийской организации экономического сотрудничества. Друзья, перед уходом на короткую паузу мы стали с Игорем говорить как раз про блокчейн-технологии. Не очень хорошая новость для нотариусов прозвучала в нашем эфире, что очень скоро технологии вообще могут... Все должны подстраиваться под прогресс. Да, но это далеко не единственная профессия, которая может, в общем-то, стать, скажем так, ненужной, что ли, да, в нашей стране. Конечно, конечно, единственная. Я так понимаю, угроза нависает и над банками, над банкирами. О, да, о, да. Ну, по сути, не просто угроза нависает над банкирами, а ведь блокчейн как технология, в первую очередь, это финансовая технология. И, соответственно, технология эта достигла, в общем-то, такого уровня развития, что сейчас вам не нужно быть IT-специалистом, чтобы выпустить свою валюту, свою персональную криптовалюту. И другой вопрос... Что вы с ней будете делать? Что вы с ней будете делать? Да, выпустите, выпустите. В чем будет ее ценность для окружающего мира? Если вы в состоянии людям объяснить и доказать, что она ценна, то у вас есть своя валюта, вы сами себе банк. Вот. И, конечно же, банкам это не очень нравится. Центробанкам это также не нравится, они не очень понимают, что с этим делать. Поэтому вот Банк России считает, что бурный рост криптовалют несет риски для экономики, что это пузырь на рынке и так далее. Ну, в первую очередь, это, конечно, несет определенные риски для монополии Центробанка на эмиссию. Но ничего там сверх страшного в этом, конечно, нет, потому что так или иначе какие-то формы денег, они существуют. И в истории неоднократно были прецеденты частных денег. Сейчас есть муниципальные деньги в Швейцарии, отличные от швейцарского франка. Поэтому, ну, тут слишком нагнетать не стоит. Но факт остается фактом. Государство начинает медленно, но верно, с развитием вот этих финансовых криптотехнологий, терять свое монополие на один из важнейших рычагов. Потому что людям не нравится, когда у вас вдруг допечатывают деньги. У вас было 100 рублей, и на них можно было купить там какую-то что-то, какую-то ценность. Но вдруг денег допечатали, и у вас стало как бы те же 100 рублей, а может быть даже 120, но купить вы на нем можете меньше. Вот. Вот. Поэтому люди как-то на это смотрят и говорят, а может быть лучше биткоин, а может быть там еще какая-нибудь криптовалюта. Вот они как-то растут в цене, на них можно купить все больше и больше. Вот. Ну, вот Герман Оскович Греф, он у нас главный специалист в банковской секторе по блокчейну, и главный проповедник того, что банки умрут. Что он говорит? Он говорит, вернее, раньше он говорил, что жить банкам осталось в том виде, в котором они сейчас привыкли существовать, 7-10 лет. И даже Сбербанку? Потом, про Сбербанк я сейчас расскажу. Хорошо. Вот. Потом стал говорить о том, что 5-7 лет, и в общем сейчас где-то это сместилось на уровень 3-5 лет. Так, все меньше и меньше. И если банки не начнут меняться, то они будут вытеснены такими более эффективными, более недорогими в использовании для клиентов децентрализованными финансовыми технологиями. Системы, где кредитование фактически осуществляется peer-to-peer. То есть от человека к человеку. Там банка нет. Банк слишком дорогая машинка, она стоит очень много. Вот там, и там много подводных камней, и для клиента это не юзер-френдли абсолютно, финансовый институт. Особенно это в России, ну так исторически сложилось, потому что банки, когда они гонятся за собственной прибылью, они не смотрят, что вокруг происходит, не смотрят, что бизнесу не очень комфортно работать. А когда у вас есть автоматизированная прозрачная система, где вы понимаете, сколько стоят деньги на рынке, вы понимаете, что лишнего вас не возьмут, то, конечно, люди будут пользоваться такими системами. Поэтому самые продвинутые банки изучают вопрос, и они пытаются строить такие финансовые платформы, где роль людей минимальна, и где, соответственно, затраты на функционирование банка, они срезаются. То есть это приводит к тому, что деньги, они становятся более дешевыми, и производство начинает дышать. Оно может деньгами пользоваться задешево и развивать то, что они хотят развивать. И это вопрос ближайшего действительно будущего. Ну, прямо действительно можно называть вот именно этот срок 3-5 лет? Думаю, для традиционных банков, которые не начнут меняться, действительно, почва из-под ног будет уходить очень быстро. 3-5 лет — это, да, примерно такой горизонт. Ну, а людям здесь, вот скажем, даже тем же самым пенсионерам, им есть о чем переживать в данном случае? Есть переживать всем тем, кто... Не успеет перестроиться? Не успеет перестроиться, конечно. Потому что фиатные деньги дорогие и неэффективные деньги. И поэтому стоит подумать о том, чтобы как-то диверсифицироваться, это модное слово. Ну, это та самая история про крипторубль, я правильно понимаю? О, крипторубль, его все хотят, но никто не знает, каким он будет. Крипторубль, как идея, может быть и неплохой, потому что крипторубль позволяет, например, вам посмотреть, куда бюджетные деньги ушли. Надо ли это государству? Ну, как, наверное, государство у нас там представлено различными институтами. Кому-то надо, кому-то это помогает в работе, кому-то, может быть, не надо. Но крипторубль не будет криптовалютой в классическом понимании. То есть там не будет децентрализации. Крипторубль – это такой, как бы это сказать, оксюморон. Это регулируемая криптовалюта, где у вас есть центробанк, он имитирует крипторубль, захочет имитирует, захочет изымит изобращение. Поэтому главной ценности в криптовалюте, предсказуемость эмиссии и понятность того, как деньги ходят, крипторубль, он не будет обладать. В этом смысле дополнительной ценности у него не будет. Он как был равен рублю, так и будет. У него не будет тысячекратного роста, как у биткоина. Какие-то задачи он, возможно, поможет решить, действительно, наладить порядок с отчетностью, с бюджетными деньгами. Ну вот это вообще что же за курс? Это же минувший четверг, по-моему, был такой поставлен своего рода рекорд, да? Что миллион рублей один биткоин стоит. Ну, миллион вряд ли. 16,9 тысяч долларов, считай, достигнут в отметке в 1 миллион рублей, пишут издания. Нет? Округлили? Даже до 18 доходило на некоторых биржах. Да и сейчас тоже где-то 16 тысяч 500 долларов. Ну и вот эксперты отметили дикий ажиотаж, покупатели не исключают скорой коррекции. Да, значит, коррекции обычно бывает, это правда, но мы сейчас находимся в такой уникальной ситуации, когда мы проходим порог, когда криптовалюты так или иначе входят в легальное поле. То есть 18-й год это будет год, когда многие страны будут, и Россия не исключение, будут принимать законодательство, и так или иначе криптовалюты войдут в легальное поле. И после этого это развязывает руки крупным финансовым институтам. Это значит, что мы находимся на пороге того, когда в криптоиндустрию придут огромнейшие деньги из традиционных бизнесов. Сейчас они на старте, на низком. То есть они пробуют, они как-то находят какие-то обходные маневры, но у них нет легального пространства, чтобы это делать. То есть сейчас это, в общем, все равно игра таких частных лиц. То есть в каких-то продвинутых странах есть институты, которые имеют возможность пока оперировать, но это не массовая история пока. Но вот 18-й год, он будет совершенно революционным, потому что упадет железный занавес, и большой финансовый бизнес, большие финансовые институты двинутся в эту сторону. И вот тут мы приходим к ситуации, когда вот у вас стоят куча этих замечательных людей с большими чемоданами денег, у вас вроде бы должна начаться коррекция, но очередь из тех, кто хочет войти, она намного превышает все то, что у вас сейчас здесь крутится. Поэтому коррекция, может быть, будет, еще и потому, что рынок все-таки спекулятивный и достаточно манипулируемый, потому что крупные игроки все-таки его двигают туда-сюда. Но вот учитывая то, что еще более серьезные игроки, еще более с серьезными деньгами готовы туда войти, то, скорее всего, коррекции такой уж там серьезной не будет. Этим, кстати, эта ситуация отличается от предыдущего резкого падения, когда там с 1100 долларов биткоин рухнул до 200, и, по-моему, даже ниже. Это была катастрофа. Вот здесь, мне кажется, такого не произойдет. То есть будут, конечно, откаты. Это рынок, это как бы... Друзья, очень много интересной информации узнали. И, конечно, для многих, и я их пойму, у меня в той же самой истории, что-то звучит пугающе. Но я так понимаю, глядя на вас, что пугаться не нужно, нужно просто действительно осознать, понять, что это... Конечно, конечно, знание и сила — это не исключение. Потому что эти изменения, они неминуемые. Поэтому просто нужно принять ситуацию. Абсолютно точно, это прогресс. И двигаться так. Значит, есть у меня вот такая еще цифра найденная. Чтобы начать майнить, человеку или организации необходимо закупить специальное оборудование, майнеры, да, мы уже об этом немножко говорили. И вот самое популярное по производству майнера — это китайский Bitmain. Bitmain Asic S9. Значит, средняя стоимость — 2500 долларов. Рыв срока его окупаемости около 12 месяцев, рассказывают нам эксперты. А помимо этого, затраты на организацию процесса включают амортизацию, электричество, аренду и операционные расходы. Что же получается? Это каждому из нас нужно вот такое вот оборудование? Желательно прикупить. Ну, вообще имело бы смысл. Тем более, что вот, с одной стороны, окупаемость при таком росте курса, она сильно меньше, чем 12 месяцев. То есть это достаточно при сложившейся конъюнктуре очень выгодный бизнес. Но, с другой стороны, ажиотажный спрос рождает, с одной стороны, предложение, а с другой стороны, рост цен. Поэтому оборудование тоже растет в цене. И то, что стоило действительно 2500 долларов, вот та же самая модель Bitmain, но сейчас, поскольку большая цепочка спекулянтов из Китая, то здесь, в России, вы ее купите примерно 1000 за 4 долларов. Да, разница хорошая. Вот. Поэтому здесь вот проблема в том, что производство там, а, значит, потребление, ну, везде, вот, среди тех людей, которые хотят начать. Вот. И мы как раз с своими коллегами по эфирному сообществу российскому летом начали заниматься проектом, который ориентирован, как раз, на производство такого оборудования. Сначала мы ориентировались на железо для производства Этериума, то есть вторая после биткоина по капитализации криптовалюты. Вот. Но сейчас смотрим и в сторону производства оборудования как раз для майнинга биткоина. И тут у нас получается, как бы, синергия вот того проекта, про который я говорил раньше, Axelon Eagle Nest, потому что там у нас есть бесплатное, фактически, для участников электричество. А с другой стороны, я думаю, что в следующем году у нас получится производить свое оборудование. Вот. И тогда у нас получится, что это будет более доступно для большого круга желающих людей, вот, с разным уровнем достатка. Ну, насколько доступнее? Вы знаете, ведь прелесть, значит, криптотехнологии еще и в том, что вам не всегда нужно покупать какую-то конкретную большую дорогую железку. Вы можете, значит, с людьми скооперироваться и купить ровно настолько, насколько вы хотите. То есть, насколько вы можете себе позволить. Вот. И тогда вопрос снимается. У вас только есть выбор. То есть, здесь можно даже на несколько семей купить? Можно на несколько семей. На дом, например. Да, да, да. То есть, нет такого права. То есть, просто все это нужно, как бы, выстроить в единую систему. К сожалению, у вот такого бизнеса, у него такая противоречивая карма, называется это облачный майнинг. И дело в том, что те люди, которые его запускали как бизнес, они очень много на этом заработали, но зарабатывали за счет тех людей, которые не умеют считать и которые несут деньги на майнинг. Так вот, задача сделать это прозрачным и честным, этот механизм. И недорогим эксплуатацией. А основной ресурс – это его, собственно, электричество. Когда у вас электричество близко к нулевому, к нулю стоит, это становится не просто выгодно, а это еще становится… У вас не может возникнуть ситуации, когда у вас издержки выше, чем ваша прибыль, потому что сейчас действительно биткоин расчет. Сейчас на электричество никто вообще внимания не обращает. Но были ситуации и с биткоином, и с майнингом эфириума, когда у вас издержки на производство электричества стоят определенную сумму, а производимый продукт не перекрывает этой истории. Были достаточно большие банкротства, вот в Швеции большие майнинговые центры закрывались. Ух ты! Но сейчас конъюнктура очень хорошая, очень благоприятная. И сейчас очень многие серьезные компании, очень многие люди задумываются над этим. То есть начался бум. Летом начался бум эфирный, но он быстро прекратился, потому что коррекция произошла. Вот, сейчас опять все ожило. А по биткоину сейчас вот мы попали прям вот в самое начало этого бума. Сейчас все бегают, занимаются майнингом, покупают биткоины. Братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинк, боссы, оказались в первой мере биткоиновыми миллиардерами. Это как раз вот новость буквально прям совсем последних дней, да. Значит, история такая у них, по-моему, с 2013 года тянулась. Они купили криптовалюту на 11 миллионов долларов. Ну и вот таким образом, в общем, завоевали лидерство на этом. Так что они говорят, один из них, Кэмерон, как раз утверждает, что, ну все, даже золото, в общем, померкнет по своей стоимости перед биткоином. Какую-то невероятную колоссальную тоже популярность этой криптовалюте обещают. Это безусловно так, но вот временной период, в котором этот ажиотаж, он будет поддерживаться, будет нарастать, ну, на этот счет есть разные мнения. Мне все-таки кажется, что биткоин, он технологически не очень удобный. Там оппоненты могут возразить, что золото тоже технологически, как валюта, неудобно. Оно тяжелое, там его надо хранить, где-то транспортировать. Но, тем не менее, ценности оно не меняет, как инвестиционный инструмент. Оно вполне себе может существовать. И то же самое относится к биткоину. Но мне кажется, что мы увидим и огромный взлет биткоина, и когда-нибудь, может быть, не очень скоро, мы увидим его падение. Потому что конкуренция между криптовалютами, между криптоинструментами, криптоактивами, оно все-таки еще заключается в том, какой из них лучше работает, какой лучше выполняет те функции, которые в него заложены. То есть людям, которые сейчас как раз раздумывают, положить ли всю свою жизнь на биткоины, на добычу их, вы бы посоветовали осторожнее? Я бы посоветовал разбираться, учиться, понимать, как это все работает, разбираться глубоко. И второе, я бы очень посоветовал бы понимать, что помимо биткоина, это огромный мир, в котором очень много всяких интересных решений, интересных криптоинструментов. Там все... Биткоин — это очень такая маленькая вершина айсберга. Да, она большая, она на слуху, но то, что под ним, оно намного больше. У вас есть биткоины, Игорь? О, да, конечно. Серьезно? У меня есть биткоины, у меня есть эфиры, есть еще несколько криптовалют интересных. Слушайте, ну здорово. Значит, тогда мы тоже будем стремиться как-то к этой истории. Самое главное, мне кажется, какие выводы сделают наши зрители и слушатели, надо учиться, учиться, познавать. Да, да. Вот все это про компетенции, про технологии, про знания. Потому что самое важное, во что вы можете вложиться, это ваши знания. Тогда вы на этом можете заработать гораздо больше, чем вложившись в биткоин. Спасибо вам большое, Игорь. Пообещайте, что вы к нам обязательно еще придете. Друзья, Игорь Матюхин, член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в России при Комитете Госдумы по финансовому рынку. Спасибо огромное. Спасибо вам.